МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Как насчет кофе? Почему водители спят за рулем? Рулевые нарушители. Кто вовремя не оплатил штраф? И небо в клеточку. Насколько сел таксист-убийца? Виновен в смерти ребенка и женщины, а также в покушении на убийство еще одного человека. Сегодня Омский областной суд огласил приговор Александру Шилову. Напомню, летом таксист жестоко разделался с малолетней девочкой. Маму ребенка он истыкал ножом, но она выжила. А вот другой амичке повезло меньше. Ее труп обнаружили прошлой весной за городом. Когда убийцу задержали, выяснилось, что Шилов – рецидивист. Отбывал наказание за кражу. На свободе он пробыл недолго. А теперь в местах не столь отдаленных ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь. Наши корреспонденты восстановили хронологию этой трагической истории. На тот момент она была, насколько мне известно, закодирована. И ничего из спиртных напитков в парке распита не было. Она пила газировку, гуляли с детьми, катали на каруселях. Все было замечательно. И без 15,6 она нас посадила в автобус и мы видели, как она переходила дорогу в направлении дома. Эта девушка – родная сестра Оксаны Москалевой. Интервью с ней было записано 1 июля прошлого года. Тогда Мария Садчикова была уверена, что с ее племянницей все в порядке. Пока женщина спокойно рассуждала об этом, более 300 человек прочесывали окрестности у из-за островки. Все это время где-то под деревом лежала убитая малолетняя девочка. Хватаю ребенка, вожу его, вожу его, и кофточка ее сразу вздралась, я вот так беру, чтобы не видеть лица, и надавил. Александр Шилов во всем признался. Отпираться было бессмысленно. Врачам удалось спасти маму девочки Оксану Москалеву. Она и рассказала, что ночью незнакомец предложил подвезти ее с ребенком. Молодая мама была в состоянии алкогольного опьянения и в салоне такси продолжала употреблять. Шилов остановил машину за городом и потребовал от попутчицы интимной близости. Та отказала, за что была жестоко избита. Шилов, думая, что его пассажирка мертва, разделался с ее дочкой. Девочке на момент совершения отношения преступления было два года. Были собраны достаточные данные, в том числе послужившие в последующем доказыванию то, что в отношении нее совершил действие насильственного характера. Что, так сказать, побудило его к совершению данного преступления, я думаю, что нужно оставить без комментариев. Впрочем, сам Шилов во время следствия вдруг изменил показания. Сказал, что мама девочки сама убила своего ребенка. Эту версию сразу опровергнули. Через несколько дней стали известны новые факты. Шилов причастен еще к убийству 34-летней Амички. Он зарезал ее в апреле. Из-за того, что та оскорбила его мужское достоинство. Это тоже была случайная попутчица. Она также решила покататься с симпатичным молодым человеком. Кто ж знал, что он уже был трижды судим. Обвинение, естественно, предложило меру наказания Шилову по совокупности данных преступлений в виде пожизненного лишения свободы. Многочисленные экспертизы показали, что Шилов вменяем. Когда убивал и насиловал ребенка, а также жестоко расправлялся с женщинами, отдавал отчет своим действиям. Сам Шилов пытался запутать следствие. Говорил, что в момент совершения преступлений находился под действием наркотиков и ничего не помнит. Суд не поверил. Приговорил серийного убийцу к пожизненному лишению свободы. Родственники потерпевших заявили иски на общую сумму 8 миллионов рублей. Однако суд решил иначе. Семье убитой женщине Шилов обязан выплатить 500 тысяч рублей. Матери убитого ребенка 1 миллион рублей. Кстати, сама Оксана Москалева и ее мама, бабушка девочки, сегодня наотрез отказались общаться с прессой. Но, судя по всему, они удовлетворены вердиктом. Ведь Шилов получил высшую меру наказания. Довольны приговором? За взятку в 10 тысяч рублей на 7 лет в колонию может отправиться бывший сотрудник ГИБДД. Расследование уголовного дела завершено. И в ближайшие дни экс-капитан полиции предстанет перед судом. Ребята, денежные средства выдаем, которые получили час назад. 10 тысяч рублей. Как мы уже рассказывали в ноябре прошлого года, по версии следствия, сотрудник ДПС, будучи при исполнении, оказала МИЧУ, водительские права которого были просрочены, небольшую услугу. Не бесплатно, конечно. Вместо того, чтобы составить протокол об административной ответственности, страж дорог пообещал закрыть глаза на это недоразумение за 10 тысяч рублей. Одним из инспекторов экипажа полка ДПС было водителю предложено решить вопрос на месте. И в результате чего водитель посредством своих знакомых доставил на место денежную сумму в размере 10 тысяч рублей и передал ее инспектору за не составление протокола об административном правонарушении. На бывшего капитана полиции завели уголовное дело. Его коллега Старлей выступает в роли свидетеля. Правда, и его тоже уволили из органов. Несмотря на то, что старший лейтенант взятку не брал, но знал об этом и никак не препятствовал совершению преступления. Скупой платит дважды. Совместный рейд сегодня провели сотрудники ГИБДД и судебные приставы. Должников они выявляли среди посетителей крупнейшего торгового центра Омска. Не повезло и некоторым газелистам, которые привозят покупатели. Подробности у Светланы Урванцевой. Оторвавшись от уборки, водитель достает документы. Сейчас сотрудники ГИБДД проверят газелиста на наличие задолженности по базе. Однако первые замечания сделаны тут же, на месте. Стоки не должны быть. Не дожидаясь ответа, водитель снимает шторы сразу. А вот многим другим так быстро решить свои проблемы не удалось. За год один штраф. Штраф ГИБДД 389 рублей 53 копейки. Исполнительский сбор 500 рублей остался. Теперь за эти штрафы водителю придется расплачиваться вдвойне. Из-за непогашения долга можно даже на несколько дней лишиться свободы, говорят сотрудники ГИБДД. Законодательством предусмотрена административная ответственность в виде назначения наказания в двухкратном размере, либо административный арест до 15 суток, либо обязательная работа до 200 часов. На выявленных сегодня должников сотрудники ГИБДД составляют протоколы. У меня нету ничего. А протокол за что? Я чистый, как ваша слезинка. Водитель, видимо, не знает, что корреспонденты криминальных новостей не плачут. В это время его товарищи уже как могут передают информацию своим. Вот ты смотри, здесь транспортная инспекция документы проверяет. ГАИ, транспортная инспекция. У меня нету штрафов. По документам на фазыла штрафы. Как правило, вовремя не оплачивается около 25% штрафов. Поэтому во время рейдов у сотрудников ГИБДД и приставов всегда много работы. Совместно с ГИБДД в акции участвуют судебные приставы исполнительные, судебные приставы по розыску, группа быстрого реагирования. Подобные рейды теперь будут проводить несколько раз в неделю. Не проснулся и сел за руль. Сегодня утром в Омске произошло курьезное ДТП. На перекрестке водитель ВАЗа решил пропустить черную иномарку. Но, наверное, позабыл о боковых зеркалах. Сдавая назад, врезался в другой автомобиль. Хотите стать соавтором жести? Присылайте видео на нашу почту. В конце месяца подведем итоги и наградим за лучший материал. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся в понедельник. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова